Всему же нашего сия, мир и свят разума, В небо звездам служащий, звездою чахуся, Тебе кланитесь о солнцу правды, И Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе! Господи, поменьше, Господи, поменьше, Господи, благослови, Благослови, Господи, нас научением Твоим, Истинным, Божественным, Даруй, Господи, чтобы Священное Писание Всегда пребывало с нами, в нас, Даруй, Господи, как некогда Святые мученики Твои запоминали Писание И жили им, воспоминая его, Даруй, Господи, нам всегда иметь в памятовании, В разуме, на сердце, на руках и на ногах, Как благовестников, Твое Священное Писание, Слово Твое, которым мы будем судимы, И этим будем спасены, Знанием и исполнением слов Твоих. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Бух. Аминь. Присаживайтесь. Сейчас я, все это, вы же, ну как, еще оглашенные. Я сейчас вас поприветствую, Как у нас раньше приветствовалось, Когда был брат Виктор Савченко. Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют, Ангелы с неба, ангелы с неба несут весь благую. Христос родился, Бог воплотился, Ангелы ликуют, небо торжествуют, Пастухи внимают, стадо оставляют, Чудо-чудо возвещают. Там в Вифлееме, там в Вифлееме радость и причина, Чистая Дева, чистая Дева, нам родила Сына. Христос родился, Бог воплотился, Ангелы ликуют, небо торжествуют, Пастухи внимают, стадо оставляют, Чудо-чудо возвещают. Каждый должен поговорить, то есть не один. Понятно, как это калятки называется. Валхвы с востока, Валхвы с востока, Вифлеем приховодят, Ладан и Смирну, Ладан и Смирну, Из лата приносят. Христос родился, Бог воплотился, Ангелы ликуют, Небо торжествуют, Пастухи внимают, стадо оставляют, Чудо-чудо, вот все вместе, Чудо-чудо возвещают. Христу и Богу, Христу и Богу, И мы поклонимся, Тут кланяются все этим, которые идут в колячики. Слава Вышне Богу, Слава Вышне Богу, Ему воспоемся, Все вместе, Слава Вышне Богу, Ему воспоемся, Христос родился, Бог воплотился, Ангелы ликуют, Небо торжествуют, Пастухи внимают, Стадо оставляют, И чудо-чудо возвещают. Я знаю, 9 куплетов есть, Я сейчас 4 вспомню, Это мы всегда пели, Под гитару еще, Это колядки называется, И они разнообразные, Только рассказывают именно О рождении Христа, О спасении там еще есть, О слове Божьем и так далее, То есть о проповеди даже есть. Но ведь-то по потерянке... Что мы должны всем рассказывать о Христе, Это нести всем. Они не хотят слушать. Просто, просто этих колядок Уже никто не хочет петь, Потому что они непонятные. Вот одеться в ряженых всяких, Ходить пшеном посыпать, И всякую дрянь там, Вам там счастья там и так далее, Здоровье там, Здоровье там, Ну это понятно. А нужно приветствовать, Когда ты ходишь в дом, Именно вот этим колядованием. И когда мы в Потеряевке были, Я прошел там по всем, С Виктором проходили по всем домам, И заходим, И всем колядки эти пропил, У меня голос сел, Твердома пока прошли. И так же на Пасху тоже. А на Пасху мы пели, Сейчас, подождите, Сейчас я его немножко напою. Пришла весна. Не помнишь, Барта, Точно у нас никуда? Нет, нет. Пришла весна и лопаются в почки. Ну это я, да, У меня это где-то записано. Пришла весна и лопаются в почки. Хотя и звучит. Сейчас, пришла весна и лопаются в почки. Ангелы ликуют. Небо торжествует, Небо торжествует. Сейчас ехал, слушал Проподината Тихона. Если Бог с нами, Какой против нас? Потухли, я пил тебе. А там по оглавлению, может? Да. По оглавлению, ты есть там? Да тут, сейчас я где-то, сейчас я найду. И все, и вот у меня, Папа взял у Ману книгу, Они мне вместе живут. Первый том, Мне вчера написал, Когда Саня живет, Мне вчера написал. О, это Игнатий Тихонович написал. Вот, я нашел. Мы с Пасхой приветствуем снова, То было и будет и есть, Великая Пасха Христова, Волками заклавный воскрес. Как мертвые падают стражи, И тьма отступает окрест. О том, о том говорили, И скажем, Спаситель из мертвых воскрес. Так, сейчас подождите. Зовите людей с перепутья, От ангелов всем эта весть, В чем сердце он не был, Но будет навеки спаситель воскрес. Это Игнатий Тихонович. Воскрес! Вожди под землей в мавзолеях, Увы, превращаются в персть. Христос же, не видевший тленья, Над миром в сиянии воскрес. Воскрес! Этот гимн на планете Летит, достигая всех мест. В истории вечного нету, Он первый из мертвых воскрес. Зовите людей с перепутья, От ангелов всем эта весть. В чем сердце он не был, Но будет навеки спаситель воскрес. Бессильны продажные люди, Коварство, убийство и весть. Так было, и так оно будет. Сын Божий навеки воскрес. Вот это выходили пели, Пробуждали всех, братья будили. Это после того, как Пасха прошла, Ну, ночное там, ночная там, Все там поздравили, А мы потом пошли к Пестопене, Мощной, да, Пестопене? Они сразу подбадривают. Вот, говорят, труды. Ну, конечно. Переполнено сердце, да, вот так говорят. А то, что кто-то говорит, Ну, как, ну, говорят, конечно, Люди много говорят. Нам только с ними ссориться не надо. Нам главное, чтобы не было нареканий от внешних. Нарекания, если нарекания за Христа пострадал, Как Сережа, Опять на меня, Опять на меня там вот наговорили, За Христа пострадал. Сережа, ты не за Христа свою бургеру пострадай только. За Христа пострадать, это очень ответственно. Это вот нужно нести, Я еще забыл сказать какой-то год. Это год 65-й. 65-й? 65-й. Ого. 65-й год, я родился в 64-м. И когда я родился, И пошел в школу, И закончил институт, Я заканчивал, У нас была коммунистическая, Это партийная ячейка, Комсомольская ячейка была, У нас была комсомольская ячейка, Комсомольская. И мы прославляли, Не Иисуса Христа, А Ленина. Ленина. Да. Торжество коммунизма вперед, К победе народ весь ведет. К победе. Рабочий класс торжествует, Небо ликует, И Сталин плохой, Домо ликует... Вот, потухли глаза амбразуры, Умолко хладев пулемет, Над полем сражения В бездомной лазури. Один же воронок о мире поет, Поет о безумном желании Смертных огнем Злобный пламень гасить. Он сжет обличительным гимном, Неверье, Безбожье сухое, Без капли рассы. Миру мир, Говорят миллионы, Но мир не вошел в их сердца. Познайте же, люди, Что весь мир с любовью Дается принявшим Иисуса Христа. Познайте же, люди, Что весь мир с любовью Дается принявшим Христа. 62-й год. Сочинение так. Мы еще пешком, да, Говорят, ходили? Там еще на ночи. Нет. Меня еще 40 лет. Еще не будет. А Игнатий Тихонович Уже думал об этом. Вот любить-то людей надо, Любить людей написано. Любить, любить, как любовь. Возлюби ближнего своего, Как само себя. И поэтому, когда люди говорят, Да, ты только себя любишь. Сажигает, ой, как же я себя буду любить, Правда, это же эгоизм. Не надо себя любить. А Христос говорит, Возлюби ближнего, как самого себя. Он не говорит сразу, Возлюби себя, как самого ближнего. А говорит, возлюби ближнего, Ты такой думаешь, ну что, нормально, просто люби ближнего, правильно, это хорошо. Как самого себя? А тут уже глаза вот так зайдут. Непонятно, как так? Это же эгоизм себя любить. Все говорят. И отец тебе тоже говорит, ты что меня учишь? А ты говоришь, я тебя учу. Он скажет, а я с тобой сейчас разговаривать не буду. Не разговаривай. Я тебе говорю, ты не хочешь со мной разговаривать. Все, пускай он там поутихнет, потом выплывет опять, подумает хорошенько. Он уже по-другому будет говорить с тобой. Ты учишь его, и ты имеешь на это право. Потому что он не учится так. Он не хочет научение вести. А ты-то идешь и вперед, и только вперед. Только не к победе коммунистического. Не, не, не. Я просто помню. Ты идешь к победе Христовой во всем мире. Вот в чем дело. Ты желаешь стать членом Христовым. Даже членом Христовым. И если скажешь, да там вот эти приспешники и так далее. Ты скажи, а где приспешников нету? У коммунистов нету приспешников? У язычников нету? Все ищут приспешников. А Христов сказал, не бойся малое стадо. Вас мало, но вы не в тельняшках. Вы с моей силой. Я даю вам силу свою божественную. Вас будут так же распинать, гнать, поносить. Будут думать, что вы мертвы. Но нет, мы живы, как говорит апостол Павел. Как он говорит, о, вы цари, а мы-то обнищали. О, если бы это было так, то есть вы были бы царями. То есть он Галатом пишет. Что попало, вы творяете, а его все равно он называет. Братья. Братья, он их увещевает. Тем более мы должны, наших родных, близких. Кто-то там свет не выключил. Кто последний выходил. Свет уже выключает. У меня вопрос по поводу крещения. Что нужно прочитать, узнать где-то как-то до крещения? Очень ответственный вопрос. Ответственный. Маленькая книжка. Ну так, если на нее взглянуть. Она же очень маленькая. Я уже без этих очков не могу смотреть. Потому что очень мелкие буквы. Если бы ты взяла Коран в руки. Вот он такой вот Коран. Ну там открываешь, там буквы всегда большие. Всего 400 страниц. А Библия, Слово Божие, оно очень объемное. И маленькими буквами записано. Потому что если вот такую книжечку, ты просто не удержишь. Что-то сделали такой объем для того, чтобы можно было ее читать. Это прекрасно сделанная книга. Я ее прочитал. Вот эту книгу. Лично эту книгу я прочитал 18 раз. Вот эту. У меня было 22, ну ладно. Не, я же. 22 я прочитал. У меня первая была Библия. Ладно. Да. Четыре раза я ее прочитал. Первую Библию. Первая Библия у меня там наверху на полке стоит. Надо ее, наверное, достать, чтобы показывать. Она такого маленького формата, такой же толщины. И там папирусная бумага. Тоже вот такими же. Ее видно, что она часто пользуется. Вот книги видно. Да, сейчас не так часто пользуюсь. Но когда-то она была очень сильно часто пользуется. Сейчас много компьютеров. Ну, вот Библия и книги. Вот Библия. Все. И добавляем книги. Вот знаешь, как иудеев учили. Иудеев учили. У них было Слово Божие. Ну, идея. Они же тогда не знали Нового Завета. А и теперь-то они его не хотят знать. Тогда тем более. И у них было мало книг-то. Они все книги не смогли собрать. Почему? Есть книга 77 книг. Вот это вот. Это называется она. Как ни странно. Вот гляди, чего больше, то оно же больше приветствуется. Правильно? Значит, больше знаем. Но у нас в религии, в духовном делании все с точностью, да наоборот. Она называется не каноническая книга. А 66, допустим, была бы. Она тонкая. Кстати, у меня первая книга 66. Не 77. Это я когда уже узнал, что православие 77 тогда взял и вот дальше читал. Так что первые четыре раза я читал без 11 книг. Вам повезло. Так что можете 66 начать, если у вас есть Библия. Нет, у меня 77. Ну все. Значит, тебе не повезло. Не повезло. Для лени твоей не повезло. Придется трудиться больше намного. Никакой кумар теперь на тебя не сядет. Будешь отгонять его, Слово Божие. Вот супостат. И перекрестил. И все рухнули. Я с Библией спал. До такой степени она бы не была дорогая. Прямо так вот под ушечкой и вот так вот спал. Только раз прикоснулся мне. Ух ты, очнулся. Неохота читать. У меня ночничок я включил. И опять начинаю читать. Слово Божие. Читать. Подожди, подожди. Не торопись. Не торопись. Такая книга. Прочтешь. Потом. Второй раз-то я знаю, что книги неинтересно читать уже. Я думаю, нет, 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 нет. Я еще буду читать. Мне охота дальше что там. И так далее. И вот это. Знаете, когда-то книги охота читать? Да. Что? Протянуть ее охота. Вот. Как что-то такое любимое. Вот как ты кота держишься и охота его подержать. Как будто ты больше его не увидишь никогда. Вот точно так же книга. Но перед этим я прочитал Мастера Маргариту книгу. И я ее читаю один раз. И мне еще охота. Я никогда столько книги не читал. Никогда. Чтобы подряд. Я прочитал ее в конечном итоге 15 раз. До Библии. После Библии начинаю читать ее. Хочу опять пройти и новым взглядом взглянуть. Я не могу ее читать уже все. Я уже знаю, что там. Почти наизусть все это. Там просто сюжет и этот сюжет, да. Я его, ну как, он для меня открытая книга. Я беседовал, зауча встретил в школе здесь. Недалеко сейчас забыл. А тут всегда открывается. И она говорит, у нас вот преподается Мастер Маргариту. У нас говорит, никто ничего не понимает. Я начал ей рассказывать, и Мастер Маргариту, что это такое, с чего нужно начать. С Библии начал местописание приводить. Она говорит, вы не можете нам прийти и учителям вот это рассказать. Я говорю, а если это, ну, учителям расскажу, понравится вам, детям дадите рассказать. Ну, конечно. Я пришел и с учителями беседовал в школе. Ну, там, ну, были учителя, короче. Я начал с ними беседовать и попал сразу в конфронстацию. То есть она была слушающая зауч, а учителя были разные уже люди. Все со своим мнением. И когда я вот это рассказываю, они же многое, кто-то там понаслышит, кто-то в церковь ходит. Они меня сразу в еретики записали, то есть я не православный, потому что через что-то многое знаю. И все. А я со стороны протестантов рассказываю, со стороны православного, истинного православного, со стороны православного, которым был Булгаков, а он был такой же православный, как сегодняшний православный. И почему у него такая гарематята в голове? Ну, как можно было родить вот истинно православному Евангелие от сатаны написать? Я даже не хочу знать, кто такой этот сатана, не понимаешь? Ну, мне только померить то, что Библия говорит мне, что это за существо. Это человек-убийца и лжец изначально. С ним нельзя даже в глаза в глаза встречаться, понимаешь? Он тебя обманет, оболжет. Ты сейчас с родным отцом беседовал. Не мог. Даже его до примирения довести и сказать, до того, что ты говоришь, отец, я тебя люблю, он должен был остановиться и сказать, сынок, я тебя тоже люблю. Но этого же нету, понимаешь? Примирения нету. Это сатана разделение это посылает. А тебя, Господь, конечно, а тебя Господь утишил, утишил. Дух, Святый Дух называется Утешитель. Утешитель. Да, порой ты думал. Он утешает все. А что он утешает? Гонение утешает. Бурый в сердце твоем утешает. Вот чего ни коснись, все утешает. Вот сейчас мы тут даже громко будем говорить, а тесто нужно замешивать, знают все. Что было? Ихо. Но получится отменный хлеб. Почему? Мы говорим о духовном. О духовном. И Господь все это утишит. Духовно. Почему? А вот верующий должен разговаривать вот так. Во-первых, капусты с удовольствием, вот такую, бороду вот такую. Какой-то запах должен быть. Да. И ты должен сидеть и вот так. Батюшка, благодославитель. Батюшка, благодославитель. Вот это верно. Это называется верующий. Как у меня правильно... Испугалась как... Как у меня верно супруга. Она говорит, что мужчины должны быть в нашей церкви с капустой в бороде. Понимаешь, об этом все говорит. То есть, такое немножко как бы не в себе. И вот они там стоят. Мы просто на них насмотрелись в московской патриархии. Они все время впереди стоят. У нас там один дедушка стоял. Хорошая борода такая, седая была. И он стоит все время, покачивается. И вот такой вот. Вот такой я вот его типа изображал. Вот такой вот все время. Покачивается. И только кто проходит. Отец, благослови. Раз, подаст ему там, молодой проходит. Он опять покачивается вот это все. И что-то шепчет. Вот так вот. Вот так что-то руками водит. Вот такие угодные. А когда ты начинаешь говорить по слову Божьему. Ты получается что-то чересчур умничаешь. Понимаешь? С ума сошел что ли уже? И поэтому говоря... Библия, знание Библии это от сатаны. Ты не такой как нам нужен. Ну мало ли как. Какой вам нужен? Какой нужен? Вот такой нужен, чтобы ничего не говорил. Туда и только. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Я как в душе видел. Помните фильм Остров? Смотрели же? Да. Ты не смотрела? Я смотрел. Как он сидит. У него песни-то были. Яко слаб душою, телом так же слаб. И в греховных мыслях я лукавый, рад. И сидит ножками вот так болтает. В этом очень много заключено было. Это все нужно не так говорить. О смирении. Почему он не нравился никому? А Господь такие чудеса отдавал делать-то. Он другого-то ничего и не знал, мужик-то. Слово Божие знал тоже. Ну так, по мере необходимости. Какой-то собирательный образ сделали. Ну, душа, вот в том, что он показывает, что ножками болтает, а говорит-то в этих вещах грехе, искуплении. То есть это же не так должно произноситься. Это должно смиреннее произноситься. Правильно? Ну не болтая ножками же. И не веселяясь как бы вот так. А человеку охота выйти на последнюю ступень благодарения Господа. Какая последняя ступень? Молитвы Господу. Первая ступень какая? Первая какая? Просительная. Просительная. Господи помилуй, Господи спаси. Господи благослови. Вторая ступень какая? Благодарим. Благодарим. Правильно ты сказала. Что ты испугалась? Благодарю тебя, Господи, что ты меня спас. Просительная? Просительная. Ты просишь. Понятно, что ты просишь. Да, у тебя нет этого. Ты просишь, дай, вот ты сейчас просишь, дай мне, Господи, крещение истинного, дай веры спасительные твои, это и есть крещение. А дальше, когда это все пройдет, батюшка, поблагодарим Господа, скажет, и вы будете благодарить Его, благодарить, радоваться, и все будут вокруг радоваться, тоже будут благодарить за вас, за то, что увидели этот счастливый момент, что еще души родились. А следующее будет? Прославительное, прославление. Хвалебное, прославление Христа. Слава тебе, Господи! А все, за что? Вот, просто слава тебе, Господи! Вот, все, я уже поблагодарил за что, а теперь просто тебя прославляю, Господи! У тебя будет такое торжество в душе! Вот у меня до сих пор оно не заканчивается, еще как оно началось, в 92-м году, когда мне Господь сказал, что Он любит меня и дал мне Слово Божие для того, чтобы я пришел ко спасению. Ну, там крещение потом было уже, ну, я почувствовал прям любовь Божию, почувствовал. Не было никаких слов, слова были перед этим, еще в 88-м году. А в 92-м году, я когда читал Слово Божие, причем Ветхий Завет, даже не новый, но я уже новый-то прочитал не один раз. И Господь мне вложил любовь к себе. И я понял, я вот так вот сидел на такой кушетке, читал, и в этот момент меня Господь вложил на сердце любовь свою и веру. И я прям упал на колени, и слезы подлились, и я взял книгу, начал целовать, Слово Божие, и говорю, Господи, как я не понимал, что это ты обо мне все пишешь. Вот эта вся книга обо мне оказалась. Там о царях, о войнах, а там это обо мне все. Все, как меня касается, любое слово здесь, в этом Слове Божие. Ну, надо до тех пор доходить, чтобы она с тобой общалась. Да, я почему-то с детьми такие своеобразные занятия веду. Я не запоминаю там, не записываю все это. Я понимаю, что они сейчас, они не запомнят. Почему? У меня сама такая память. Я много учил, у меня вот такие карточки, как у брата Владимира. Я запоминаю, но если ты не проповедуешь, это у тебя уходит потом. Остается, конечно, ты понимаешь о чем, но точно процитировать уже не можешь, потому что такой цепкой памяти мало кто обладает. Игнативничей обладает только потому, что он постоянно проповедует. Поэтому только он всегда проповедовал, проповедовал, проповедовал. Он постоянно повторяет. Замете, сколько он повторяет? Он повторяет для себя, а не для нас. Нет, понятно, что... И он запоминает это все. а кое-что и мы запоминаем, понимаешь и поэтому когда ты будешь постоянно Слово Божие читать оно и все равно у тебя эти места будут перед тобой а если ты до него не дойдешь, тогда когда я тебе успею эти запоминания тут можно всю Библию запомнить, по идее потому что любое место возьми, батюшка мои карточки перебирает и такой цитирует ибо так возлюбил Бог мир хорошее место Писания, хорошее место ибо Писание Божие ооо, это тоже великолепное ты подбираешь так да как я подбираю, когда тут все на ходу, Игнать Тихонович оттуда берешь, выписываешь когда Библию читаешь, что-то выписал допустим я бодрствую над словом своим о, это еще Игнать Тихонович как-то сказал а я как раз читал Иеремию и раз я прям остановился, я взял карточку эту опять написал, заламинировал ее скотчем опять, я все скотчем проходил Иеремия 1.12 Иеремия 1.12 я бодрствую, потому что я бодрствую над словом своим а что? а он говорит, посмотри, что ты видишь? он говорит, ну вижу зеленеющую маслину которая скоро принесет слот соль он говорит, ты правильно видишь ибо я бодрствую над словом своим при чем здесь маслина? ибо я бодрствую над словом своим да, так же говорит, я бодрствую над словом своим при чем здесь маслина? а все до такой степени просто, что Даже до страшности. Просто он показал ему, и он сказал точно, что он видит. И все, больше ничего нет. Ну и что? И Господь говорит, и я точно так же бодрствую над словом своими. А, то есть Он увидел то, что Он мне показал. Да, и все. И Он говорит, и я так же бодрствую. То есть это слово мое, и я его так же, как ты, в наслену видишь, и что оно скоро принесет плоды, но не принесло еще. Ты правильно видишь, говорит Он. И вот так же я бодрствую. То есть я всегда вижу Слово Своё, а мусульмане говорят, его там испортили и так далее. Мусульманин, Господь бодрствует над Словом Своим. Не ты бодрствуешь, мусульманин, и не я, христианин, а он сам бодрствует. Я сегодня с утра так Сергею сказал. Он говорит, все веры одинаковые, они от одной веры пошли. Как они одинаковы? Это я на Златоусте. Правильный пример берёт по Писанию? Я показать тебе, что ещё нужно читать. По описанию мусульмана, я говорю, вот ты сейчас возьми, перепиши, допустим, алфавит. И пиши туда не 33 буквы, а 10. И скажешь, вот это правильно. Я говорю, то же самое, правильно я сравнение сделал? Ну, неплохое сравнение, понятно. Ну, видишь, каждый, когда берёт какие-то сравнения, делает, иногда я тоже делаю сравнение неказистой. Потом думаю, неказисто сравнил, неправильно надо. На том занятии тоже я там одно сравнение сделал, неправильно. Ну, там человек вообще, я вам. Неправильно сравнил. Надо было сравнить со льдом. То есть, в лёд войти нельзя, а воду можно. В лёд войти нельзя. Войди в лёд, а я там некорректно применил этот слов. Должен, неправильно. Ну, потом человек хотел, чтобы люди сдрогнули. Ну, наверное, сдрогнули. Я с ними работаю в другую сторону. И он вышел, неправильно мне сказал. Ну, он сам сказал. Как после типа Нового года, там, голова, там, пиды или много. Я же христиане православные не пью. Я не раз тут перепразировал, как не пью. Более того. Даже воду не пью. Православные христиане не празднуют ничего водкой. Я ему дальше, дальше. С чередными напитками. И Новый год не празднуют. Новый год начали праздновать из-за московской патриархии. Всё, больше ничего не могу сказать. У нас новолетие в сентябре. Ну, у нас даже батюшка может подойти и сказать. С Новым годом. Сентябре? Нет. В сентябре он не говорит с Новым годом как раз. Я говорю с Новым годом ему. А он почему-то не говорит. У нас новолетие в сентябре. 1 сентября православие новолетие. Давайте праздновать новолетие в сентябре. Ну, в сентябре, чего, никто же не будет праздновать. А тут такой ажиотаж. Такое там. Все шуршат. готовить что-то ну что готовить, когда была среда и нельзя даже как растительное масло по идее есть если на то пошло ну в Рождество, ладно, растительное масло пускай там не грех, но рыбу-то точно нельзя и что там ты с растительным маслом напразднуешь я понимаю, Пасха, да? стол там бутербродик какой-то можно какую-то там пышку консветку какую-то там, да? там сентябрь сам велел ну конечно урожай сняли и теперь новолетие а новолетие чем? чем оно заключается? чтобы юбилей, называется, Господу юбилей 50 но малый юбилей каждый год для Господа теперь благодарность десятина отдаем Господу десятина отдаем со всего, что нарастили вот, Господи, тебе Новый год начали вот как урожай есть слава тебе, Господи благорастроение воздухов земных а этот новый год учинил тысячи, ровно в 1700 году Петр I вот этот 1 января? да и когда учинил его? для чего? после Рождества Христова которое было 25 декабря и были святки в середине святок он учинил Новый год замечательно для чего? праздновать, праздновать праздников никаких не было вот праздник зимой это святки святки 12 дней разрешение на вся хочешь пироги хочешь куличи с зайчатиной с телятиной со свинц с поросятиной все что есть в печи все на столбичи вот это был праздник и тогда там ледяные дворцы там он строил горки там были и так далее когда Ленин это все перевел 17 декабря 1917 года декрет в календаре то у нас Новый год стал теперь впереди бать мне в пекло залезли а Ульянов он был пособником Маркса а Маркс Маркс был просто сатанист настоящий ну судя по всем его высказываниям как сейчас новые новые приходят да не только дела у него там много много чего сейчас я вам покажу и вот Сергей тоже сегодня вызвал с утра что все веры одинаковые все боги одинаковые я говорю ага и туда возьмем которые буддистов говорю еще человек сам себя возомнил да буду я говорю ну тоже вот есть такая книга называется Маркс Маркс и Сатана Маркс и Сатана и вот здесь выводится четко то есть он был не просто каким-то масоном он стихи писал оказывается мы же мало об этом знаем а там же марксизм и ленинизм да да парень и вот и цитаты из его драмы называются Оуланин это перевернутые слова которые которые кощунственно относятся ко всей православной религии христианской кощунственно перевернутые специально это применяли применяют только сатанисты в своих местах черных называется когда у них крест перевернутый под ногами они топчутся по нему и так далее черные свечи престол голое тело женщины и так далее то есть об этом бы и говорить не надо но это есть поэтому и вот он приводит в своих поэмах вот и вот он как тут такие строки у него есть это значит Карл Маркс вот это его значит поэма Оуланин действия первая сцена первая значит страница 60 даже ибо он отбивает время и дает знамения все сильнее и смелее я играю танец смерти и они тоже Оуланим Оуланим это имя звучит как смерть звучит пока не замрет в жалких корчах и все же тебе олицетворенное человечество силою моих могучих рук я могу схватить и раздавить с яростной силой в то время как бездна сияет предо мной и тобой в темноте ты провалишься в нее и я последую за тобой смеясь и шепча на ухо спускайся со мной мой друг это его пьеса которую он писал уже юноши не юноши а молодым человеком а в юношестве он был верующий приводятся тут местописания цитаты из его трудов когда ему ставили отличные оценки и одни вот я сейчас прочту некоторые из них сочетание со Христом состоит в самом тесном и живом общении с ним в том что мы всегда имеем его перед глазами и в сердце своем и проникнутые величайшей любовью к нему обращаем в то же самое время сердца наши и к нашим братьям которых он то есть Господь теснее связал с нами за которые он так же принес себя в жертву это цитаты его сочинения которые поставили как образец веры в Иисуса Христа как тебе это это карман тот самый который потом пишет вот эти вот не просто какие-то стихи а целые действия пишет то есть на сцене играют сатану образ сатаны играет как вообще это играет вообще на чем и речь идет и Маркс вот это коммунизм изобрел этот коммунизм понимать а Энгельс то с ними в паре да? Энгельс был его этим карманом где деньги а да Энгельс был то есть типа спонсор Энгельс был его не тестина а как брат жены сваликом был сваликом потому что национальности Маркс они все евреи Маркс был женат на его на его сестре вот так и поэтому у него были большие деньги он был сам фабрикант и Маркс сел на него и там погонял так и он его вместе с собой пригнал а все придумал Маркс коммунизм и сейчас мы вот это не просто отрыжка а это настоящее действие идет по кругу и оно опять возвращается к нам коммунисты везде в каждом регионе коммунистические партии есть ячейки и они говорят именно по Марксу о свободе равенстве и братстве все продолжается как у нас брат Сергий любит говорить что этого нету где коммунизм как бы посмеивается даже он заразился от одного никогда не уходил у нас президент бывший коммунист какие можно разговоры разговаривать можно конечно 1 Петра 2 глава 1-2 стих и так отложим всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбить и чистое словесное молоко дабы от него о возрастивом восстасении я к чему сейчас вспомнил брат говорил пример приводил как он к слову Божию иду что даже заспал с ним у меня эти чувства те же самые все это было когда вот я уверовал то есть я даже по дому хожу Библию я так возьму обниму и хожу господи как ты милости конечно не открылся через слово свое то есть вот это вот это дар Божий когда ты имеешь любовь к слову Божьему вот это надо дар выпросить что если ты тепло-хладно отточься с Божьим то есть тебя в тяге нету души это очень плохо то есть это настораживает сразу что тебя Господь не коснулся ты должен просто не не выпускать из рук это первое что ты должна должна вот это из рук не выпускать а отсюда постепенно потом тебе братья будут подсказывать какие дальнейшие книги читать чтобы ты возрастал духовно в первую очередь снова завет ветхий нового завета чтобы дальше понимать книги предыдущие чтобы о свете библии ты могла их рассматривать чтобы мы с тобой беседовали и ты могла открыть это место прямо раз открыла вот я сейчас я тебе допустим скажу ибо так возлюбил Бог мир можешь открыть Матфея 3 глава 16 стих Матфея это первое самое в самом начале прям буквально там первой странице 16 стих вот зачитывай 3 16 да 3 16 Иоанна? нет 3 15 то есть ну может 15-16 прочитать от кого? Матфея а Матфея читай из 15 стиха но но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда Иоанн допускает его и крестившись Иисус тотчас вышел из воды и сев отверстий ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия который сходил как голубь и не спускался на него вот мы о крещении как раз разговор идет у нас еще раз можно но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда Иоанн допускает его ну стоп подождем понятно все тут ничего не понятно оставь теперь должно было быть вописание от крестителя в погружение чтобы совершить всякую правду крести меня так же и креститель стоит в воде в Иордане Иоанн Плеститель стоит в воде в Иордане представили воду себе? Да, да, да у тебя какое разрушение? приблизное старство да? он оттуда же говорит? вот представляет себе воду да, вода представляет воду представила что мы прям сидим и тут вот вода бережок вот тут сейчас можно плескаться вот там лодки далеко плавают и вот стоит Иоанн Плеститель но он стоит не туда не на берегу а в воде стоит в воде и по тропиночке к нему приходит Христос ну Христа можешь не представлять и подходит к нему в воде в воде а почему в воде? потому что в 16 стихе написано вышел из воды из воды и рисуют католики они это тоже прочитали но им же надо как-то теперь обливательное крещение придумать а как придумать если из воды он вышел тогда они оправдание рисуют такое и Ордан никто же его не знает какой Ордан точно ты знаешь какой Ордан ты знаешь какой я знаю какой я потому что поинтересовался мне интересно стало правда что может быть и он стоит в воде даже на наших православных иконах вот так по щиколотку и там нарисована прям вода только как бы такая смутная его стопа Господня а Иоанн Креститель почему-то стоит на берегу бывает и он в воде но редко обычно он на берегу то есть Христос стоит около берега и по щиколотку а Иоанн Креститель из пложки поливает на него воду это у которого это что такое и теперь креща ему ставят в тазик плеснули туда немножко воды и начинают кропить его даже не понимают хоть бы по Японии сделали тогда а такого тоже нету то есть понимаешь какая подмена из воды вышел ну да вот видите вышел из воды как сейчас евреи на грелках ездят плавать то можно плавать же можно в субботу ходить нельзя он грелку под себя я на воде поехали ну это подман здорово а нужно сколько-то шагов сделать только два поприща получается там что не больше там двух с половиной тысяч шагов нужно сделать в субботу ну к примеру там может быть чуть побольше это и УЕ да и поэтому они все считают поэтому ты на машине-то проехал ты же на воде проехал ты шаги не делаешь поэтому можно хоть куда ехать вышел около дома сделал там этих шагов посчитал сколько и ты за субботу нормально везде побываешь где ты хотел это же безумие а кто это безумие вводит ну кто врага ты ну конечно человекоубийца и лжец ну поэтому когда ты начинаешь эти безумия исполнять так теперь давай переведем на православие это все православные это почему точно так же делают они крестят католики почему это не делают вот крещение написано как уже Христос вышел из воды слово крещение замените нормальным вот Сергей Павлович бьется как рыба облет все время давайте заменим церковнославянские слова давайте на русский язык перейдем чтобы нам понятно было а ведь есть семьязная правда ну это такая пасхонная народная правда есть в этом есть если бы везде слово крещение заменили на слово погружение все бы сразу отменилось но нельзя же было сказать и Иисус тот час тот час же окропившись вышел из воды ну это что окропившись ну вообще вопросы-то начнутся про окропление вообще ничего не говорится нигде были обливания но есть окропление там кровью там окропили и так далее там жертвы а тут из воды зачем в воде тогда он стоял вообще сразу вопрос возникает зачем ему заходить в воду если воды полно завел а Иордан он глубокий он глубокий он по горло бывает даже и больше там промывает где когда переходили иудеи с ковчегом завета через Иордан к Ерихону то для того чтобы показать чудо Господь взял и остановил перед ними воду и вода говорит ушла то есть вот по течению вверху по течению остановилась вода стеной а эта вода убежала и полностью сухой и они посуху перешли с ним почему это говорится для чего ну во первых чудо показал если бы это был ручей то они бы и так перешли а чудо то в том что ковчег надо было его как то переправлять а они на плечах его несли сами люди несли понятно и они его пронесли посуху и выложили там камни и вот в этом месте как говорят по преданию Иордан Креститель и крестил и указал на эти камни на жертвенные которые там были которые сложили в центре Иордана чтобы люди когда переходили там где-то переход рядом был смотрели на эти камни и говорили вот тут Господь чудо сотворил видите камни до сих пор эти в воде торчат Иоанн Креститель там крестил то есть глубокое место было и указал на эти камни и говорил из этих камней Господь сотворит себе верующих понятно а вот этот момент когда иудеи не хотели веровать он говорит Господь из этих камней восставит верных себе вот так то есть ну это как бы предание но очень оно похоже на то что и мы говорим то о глубине если уж на то пошло об этом и говорить не надо что река это есть река и Ордан это река это не просто ручей какой-то довольно таки тогда он еще был пополноводней а момент с Ильей когда он переходил то иордан тоже раз в воде разошлись когда он переходил с учеником нет 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 с Ильей Илья пророк Илья не Илья но Илья а Илья другой совсем это был первосвящение с этим который проходил с Елисеем тоже же там в воде разошлись нет И Елисея ударил в два раза мило Тьё или Ильиной да и вода разошлась и он прошел и вода разошлась да и потом когда он этому сказал который там больной то был иди искупайся в Иордане но мы не об этом сейчас заговорим нет мы глубину что он пришел искупался в Иордане а ты имеешь ввиду про глубину чтобы не перейти но там не написано что это Иордан там написано река а здесь конкретно Иордан мы по этому разговор и ведем мы сейчас говорим о том какую литературу читать нужно прежде крещения и говорим о крещении сразу литература сразу единственная литература вот эта маленькая книжка ну чтобы не испугать тебя я понимаю, что молодежь может пугать но ты же ее можешь купить не надо полностью, я не понимаю ну вот Библия, еще какие-то книги вот тебе еще какие-то книги вот Библия пока я тебе еще сейчас книг скажу вот гляди, златоуст это пятнадцатая книга это пятнадцатая книга и еще там впереди будет книга всего у него получается 12 томов где-то 28 книг у него получается как у Игнатихича вот таких вот сейчас скажу, сколько тут страниц чтобы тебя не пугать ничего не понятно? а ты хочешь понятную книгу, я понимаю тебя прекрасно мы с тобой на одной волне, кстати, беседуем я тебя очень хорошо понимаю, что ты хочешь 471 страница вот таких еще 28 книг и все еще книг добротолюбие можно почитать после этого всего сначала не читай добротолюбие я наоборот начал добротолюбие 5 томов там тоже 800 страниц где-то в общем это где-то тысяч двадцать страниц в общем это где-то тысяч двадцать страниц еще что ты хочешь почитать причем запомнил вот Кристиному православию Кристиному православию вообще совершенно понятное но если ты не знаешь Слово Божьего ничего не понятно я тебе могу везде так сказать вот эта книга Марс и Сатана вообще неодолима для тебя потому что ты не Марса не знаешь ни Сатану еще может туда же еще Красный Турор тогда добавить это вообще Красный, ты что читал? ты не сказал я начал ну как тебе? это вообще я не знаю как люди живут я не знаю ложью это тотальная ложь вообще я не знаю вот Сергей Павлович почему он никогда ничего никуда не обращается когда ему говоришь что почитать он сейчас вот начитывает я за него рад он хоть начитывает начал хоть увидит горе людское я ему вот уехал и говорю Сережа ну как сравнить можно Сталина и все сейчас Путина ну как Сережа он свое все равно гнет но они же тоже вот это я говорю ну церкви везде строят сейчас а тогда ломали и на дверях прибивали священников живыми закапывали в землю ну Сережа ну он смотрит вижу что-то такое вроде потом ну понимаешь они же все равно сейчас безбожники я говорю ты неисправим просто я смотрю у тебя не влазит в тебя пробьет не влазит ну может быть и пробьет это то же самое что как у меня в геологии потому что он занимается геологию понять вот землю понять нельзя просто так в это надо сначала уверовать когда я говорю людям что вот допустим вот в этом чайнике вот чайник подними 3 литра да сколько там золота если золотом набить ты можешь килограмм 8 сколько 60 килограмм 60 килограмм в 3 литрах да да понимаешь я да ты веришь в это а это простое это можно проверить люди в это не верят почему столько золота никогда ты не увидишь это раз я тебе не могу доказать это а да и все но оно есть же это можно проверить я видел столько золота но оно и реально будет до веса ну реально конечно 2 килограмма 60 килограмм да а ртути сколько будет а ртути можно и купить даже тяжелее а ртути 3 да сколько на 12 умножай 3 килограмма 36 килограмм так а свинец а свинца сколько свинец можно узнать удельный вес всего лишь надо знать да 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 тут это химия физика и все. Игорь, еще вопрос у меня там попрошен. Поэтому, вот когда веры нету, ты хоть миллиард книг прочти, пока не прочтешь вот эту вот книгу. Вот это все. С этого не начнется. Я вот сейчас опять открыла. Да. Опять. Я перечитываю. Я все. А для чего мы здесь-то? Мы для чего здесь-то собрались? Что тебе непонятно? Говори, что непонятно. Все непонятно? Подряд? Да, все. Вот, видишь, открываем с самого первого. Святой Евангелие. Понятно тебе? Святой Евангелие? Святой Евангелие. Нет. Евангелие. Евангелие переводится с греческого языка Добрая Весть. Благая Добрая Весть. Скажи, какая Добрая Весть была в твоей жизни? Что ты можешь сказать? Добрая Весть. 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 Понимаешь, что такое? Добрая Новость. Добрую Новость. Ты слышала какую-нибудь? В детстве, брат. Новость только. Какая-то была у тебя добрая? Что ты... Прямо, ну какая? Купи смартфон. Ну, пускай даже такое. Прямо, что добрая такая. Добрая. Что ты так обрадовалась, что до сих пор помнишь даже. Ну, говори какая-то. Грили, ноутбул. Добрая. Ну, я не могу сказать. Ну, ты из какой-нибудь... Ну, я помню... Потому что это грех, да? К греху идет. Ну, что ты сказать тебе не можешь? Нет. Ну, это моя тайна, так скажем. Ну, Христово... Видишь, какое отличие Христовой доброй вести от твоей человеческой доброй вести? Ты даже сказал... Он в добрую весть сказал всем. Всем. И какая это добрая весть, знаешь? Если бы он сказал, это тайна. Подожди, она не знает, я знаю, поэтому я сразу открою, чтобы сказать ей эту добрую весть. Ты это... Дарья, у тебя тетрадка есть, ты сразу записывай, где что-то. Сейчас прочь. Ну, да. Без этого, Тань, опять будешь задавать вопросы. Ты уже знаешь. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Начало Евангелия. Доброй вести. Ну, давай я запишу, у меня листок с ручкой. Пожалуйста, пиши. А где он? А он надо... А, вот он. Так ты открывай, там что надо. Вот, глянь, начало Евангелия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, приными сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для просения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская иерусалимляне и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. В реке Иордании еще, видишь, крестились. И он же носил одежду из верблюжьего волоса и поиск кожаным на числа своих елокриды и дикимет. То есть скудно питался. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, развязывающийся небеса и Духа, как голубо, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, и кушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот это начало Евангелия. Вот оно, начало Евангелия. Вот то, что прочитал, и другого его нету. Если ты это не запомнишь, то я могу только сказать одно. Имеешь уши, и не слышишь. Имеешь очи, и не видишь. Это Христос говорит, не мои слова. Вот оно, начало Евангелия. «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное, и веруйте в Евангелие». А покаяние объясни, в чем именно? Покаяние в том, что она не понимает то, что здесь написано. Вот в чем покаяние. Чтобы понять, ты же ничего не читала никогда, нужно читать. Написано, читайте. А я не разумею. Читайте. А я не разумею. Вот ты думаешь, что первое ты эти вопросы задаешь? Самое интересное, то, что после того, как я так разговариваю с людьми, обычно никто ничего все равно не читает. Им легче ничего не начинать, чем со мной говорить на одной волне, когда я какой-то странный. Я был, говорит, когда-то странной, игрушкой деревянной. Смотри, Дарья, проведу пример. Вот брат и я там, вообще кто человек рожден и слышал, они об этом знают. Вот, например, что побудило человека встать на колени перед Богом? Осознание своих грехов ты пока этого за собой не чувствуешь. Может, в чем-то там ты себя чувствуешь виноватым, но это только виновность. А перед Богом осознание того, что ты погибший гречен. Ты осознаешь только, когда будешь читать Библию. Все. И вот эта книга тебя стоит на колени, когда ты ее начинаешь читать, уже, может, не один раз уже прочитаешь периодически эти слова Писания, когда только до тебя доходишь, насколько ты грешен перед Богом. Господь объясняет всего лишь одну заповедь, не про его действие. А я говорю вам, всякий смотрящий на женщину с вожделением уже про его действие в сердце своем. На мужчину с похотью смотрел, смотрел, например, да, там, желание, какое у тебя было в сердце. Все, ты нарушил седьмой заповедь. А Яков говорит 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном что-нибудь, уже нарушил все, весь закон. Понимаешь, насколько ты греховно становишься перед Богом-создателем. Не перед человеком, перед Богом, который свят и непорочен. Сейчас я попроще. Вот это осознание должно прийти к тебе. Проси у Бога этого. И читай слово. Сейчас я попроще приведу. То есть, получается, ты читаешь, Я вам проще и заповедь приведу. Дополняешься, да? Ну, мы как со взрослыми с тобой, мы как со взрослыми с тобой беседуем, поэтому тут такой заповедь он привел. Я тебе проще сейчас приведу заповедь, как самую простую. Ну, может быть, ты поняла, может, не совсем. А вот это, самая простая, гляди. И нарек Бог, изрек Бог и Моисею и Моисею все слова сие говорят. 20 глава, книга Исход. С первого стиха. Второй стих. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Вот заповедь. Все. Исполняй первое. Ты говоришь, а как что почитать? Слово Божие, читай. И что я там увижу? А вот как раз исполнение этого заповеди. Вот этой заповеди. Я, Господь, Бог твой. Ты этому Богу поклоняешься, который сейчас сказал? А Он Бог всех, Иегова, над всеми. Отец Иисуса Христа и Духа Святаго посыл, посыльный. Послал Он. Но в то же самое время Он же и Дух Святой и сам Сын. А как так? Объясни мне, я скажу. Ну, могу тебе объяснить, но только к Богу это неприменимо. Но понять можно, как солнце. Ты можешь на солнце посмотреть? Без очков. Без темных. Нет. Ну, ты видишь, что оно там. Я помню этот пример. Да? Ну, еще дальше что? Цвет, тепло. Ей-то не подскажи. Она только ты на дугой волне. Следующее что? Солнце ты видишь. Дальше что? То, что слепит в глаза, то что ты не можешь на это посмотреть. Ну, да, да, да. Это понятно. Но мы-то сейчас Отец, Сын и Святой Дух Троицу о Троице говорим. Солнце не можем посмотреть. Ну, ты понимаешь, что оно есть, Солнце. Ну, как бы огромный диск, видно, желтый, да? Когда ты так мельком взглянешь, там что-то, ого-го. А еще что? Вот посмотрел это потом по сторонам. Ты же видишь? Вижу, что оно светит, но я посмотреть на него не могу. Да, да. Но оно же существует. Да, оно существует. Так, да, да. Ты же это понимаешь, ты же это, ну, как-то А, нет, 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 нет. Не чувствуешь его. Нет, нет, еще дальше-то что? Потом по сторонам-то ты смотришь, когда Солнце светит, и ты все... Ну, это светло. Светло, ты все видишь, правильно? Тьму-то сделай, ты ничего и не увидишь. А дальше, следующее, еще что? Особенно, когда плюс 28. Ну, я это не чувствую. На асфальте, да? Чувствуешь, как тепло? Асфальт плавится, вот так вот, ашметки от машин летят, от колес. Вот, пожалуйста, видим, что есть само Солнце, мы понимаем, есть. Видим свет, это от Солнца, мы видим, что... Понимаем, это что? Да, от Солнца. И третье, тепло, тоже от него, но к Богу это неприменимо все равно. Ну, у Господа по-другому, но вот приблизительно, как мы смотрим от Солнца. Вроде бы оно само Солнце есть, и столько от него всего. И вот так же Господь. Вот Господь, Он единый. Но для нас, Он как будто три едины. Понимаешь? А почему написано, что Господь любовь есть. Господь есть любовь. А как бы мы об этом узнали, если бы нас не было? Возлюби ближнего сырого, как самого себя. И вот Господь любит сам себя. Он не может сам себя любить, Господь. Понимаешь? Но Он же есть любовь. И вот этот вот это его закон, Он нас сотворил. Что? Он нас любит. Он тебя любит. Он брата любит. Брат он али-бабой был. Гляди. Сейчас сидит спокойно. Гляди, как с отцом беседует мирно. Люблю тебя, отец. это. Сейчас пинка этому отцу и все, зашиворот. Ты что старик тут мне мозги путаешь. Сколько ты говоришь ему? Лет это? Да. 73. 73. тоже старый, уже ясно, что не молодец. Нет. Понимаешь? Это все, Господь делает. А брат, поглядь, какая любовь у брата. Сколько он помогает? Сейчас ну не камера его, сейчас никто ничего не знает. С 50-го года. Видишь, даже знаешь, сколько отсюда. С 70-го года. Это хорошо уже. С 50-го года. У меня с 39-го. Это мама у меня 47-го. А отец я перепутал. А мама с тобой не спорит, да? Мама со мной как бы поспаривает. Но она, как и наши женщины, у нас истеркают женщин много. Почему они идут туда? Потому что они хоть что-то хотят. А мужики наши не идут. Ничего не хотят. Они хотят. Говорят, что все, как говорят, золотовичные сестры удобо подвижны на слезы. Да. Удобо подвижны на слезы. То есть они увидят даже вот у меня Марина увидала этого кота. Все, кота захватила оттуда, вытащила. Я говорю, давай там у Игнатина что возьмем. У Игнатина побеседовали. У него взрослые коты у нас собаки. А, ну да, тут не совсем. То есть собаки могут принять, но кот может поцарапать, тогда будет война. А коты они не принимают взрослые. А этот маленький раз все принял. то есть вот женщины у них какое-то свое чутье такое своеобразное. И вот они в храм ходят по этому чутью. Ну, что они все верующие не скажешь. Как сегодня патриархат слушает проповедь по спасу. И он говорит о Новом Годе, о Рождестве. И о Новом Годе тоже в этот же момент. И начинает рассказывать пример. А там молодежь сидит. Молодежь. Дети. Дети. подростки, ну там до 20 лет может. Много, там зал целый. Кремлевский, там елка, это у них. И там вот молодежь. И говорит, вот во время войны не было неверующих. Когда там на тебя самолеты, там бомбы летят, и ты должен в атаку идти, то ты сразу там начинаешь прославлять Бога и так далее. У меня такая мысль возникает. откуда такие глубочайшие познания человека? Вот у нас ходит уже Дарья, 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 можно сказать, да? Нормально Дарья? Нормально. И она Диана, на самом деле. Но я зову ее Дарья, потому что она уже крещеная. Она крещеная там у них, у тех, которые провозглашают, что вообще всю войну выиграли верующие люди. Там тоже крещеная. Что ж там присталось? Да. Она не может понять, что такое Евангелие. Мы сейчас сидим и втолковываем ей, что такое Евангелие. А ведь на самом деле совесть должна подсказывать, что такое Евангелие. Евангелие это изменение жизни. Но ей 18, ей как бы и менять-то нечего. Я как бы могу. Я со стороны ее не могу, потому что я 18 лет был безбожником в летнейшем. Я 18 лет уже жениться собрался. Поэтому какие там у меня я уже о детях думал в 18 лет. Ну как бы не в 18 лет у меня там уже и был ребенок. Это уже так быльем поросло. Но грехи-то остаются. Поэтому как в 18 лет прийти в Господа, но я могу у других сказать. У нас вот Андрей допустим. В 16 лет к нам пришел в общину. Еще до института. В школу ходил. Я думал он в институте, кстати. И так ходит. Сейчас 30 уже. Уже работает. Потерял смысл жизни. Почему? Я никогда с ним не беседовал о Евангелии. Она пришла побеседовать. Ей интересно знать, что такое Евангелие. То есть, когда ты вообще ничего не понимаешь в этом деле, то нужно только пример может показать. Мы даже говорим пример. Христос умер за тебя. А человек не понимает этого. И надо принять, что он не понимает. Это хорошо, что человек понимает. Да. Он задает вопросы. Вот в чем дело. Самое главное. А другие точно так же вокруг миллионы ходят. Они этого тоже не понимают. Но у них нет никаких вообще даже подвижек, чтобы прийти. А она-то ходит. Видишь, она участвовала в концерте в детском с детьми. И она видишь, как пригодилась четко. Она ведущая голос автора. Это очень важно. Но она же как бы малышня сильная. А я Еню спрашиваю. Еня, гляди, вот Даня, она участвует, говорю, даже еще не оглашенная. А ты, говорю, уже как супер верующая, тут у нас сколько, 18 лет, и почему ты не участвуешь? Взрослая. Я взрослая уже. Ну что? Понимаешь? Я взрослая. Ну, что помочь нельзя? Там у тебя братья, сестры участвуют. Ты тоже там что-то. Спой вместе с ними. Нет, она уже сюда присела. Понимаешь? А совесть-то не обличает ничего. Ее совесть не обличает. Она придет сейчас, каникулы закончатся, она у меня проживает, крестница моя, супруги моей. И она будет ходить, я ее спрошу, Ень, тебя совесть-то обличает, что там не участвовать? Нет? А что, нормально все? Я ее спрашиваю. Ничего, нормально все. У меня же там братья есть все-то, и что еще надо? Должна быть совесть, которая должна обличать. И я чувствую, что у Дарьи есть совесть. Она желает узнать. Она только не может понять, что все так просто. Как? Вот мне неоднократно это говорят. Как? Вот это вот я прочту, и что? И что-то там у меня такое будет? Я что-то пойму. Я говорю, обязательно будет? Да не может быть. Это же наполняться начинает. Понимаешь? И тут уже вступает просто в действие, в простое противодействие сатаны, когда Господь говорит о родах сердца твоего. Род сердца есть, то есть это призвание, избрание. Род сердца. Притча сеять. Да. И вышел сеять и сеять. И сначала оно упало на каменистую почву. При дороге. При дороге, да. На дорогу. Каменистая почва. Дорога. Там, где колеса не застрелил. Польник прошел. Да, да, да. И упало, и солнце сразу же. Ничего не взошло вообще. Никакого корешка не было. И все. Это говорит, а потом упало при дороге. Маленький корешок пустило, а земля притопкана все равно. Не смогла развиться. Солнце встало. И говорит, потому что прилетают демоны, как птицы небесные. И забирают это семя. Забирают, подхватывают его. Похищают. Похищают его, да. Расхищают это семя. И все, и нету его семени. Вот точно так же, когда человек жажда есть, вроде бы что-то есть, а приступить не может. Называется духовная ленность. Не хочет. Это нету желания, да. Это называется иметь уши, а не слышать, иметь очи и не видеть. Какие вопросы будут на самом крещении? От кого там как это? Просто зря не перевела. Сейчас вот эта тема получше. Да, да. Ну, сюда все придет еще. Я уже открыл это, кстати. А потом следующее уже. Тернии волчцы. Когда человек взял, прочитал, ему понравилось все. И он начал уже жить среди верующих. Как бы утвердился, да, крестился. И вдруг тернии волчцы начинают расти. Житейские заботы. Дети, пеленки, распашонки, работы, там, театры, охота, зрелища какие-то. А че, я на все умну отказываться? А действительно платить надо? Нет, поясок, а зачем? А борода, а к чему? А подстригу немножко. Да чуть-чуть там юбку подвес. Да не, привыкнуть таких. А плотник зачем? Голос не дышит. И все. И начинается житейский и написано и все заглушило этот росток, эта терния. Это третье состояние сердца. И четвертое, когда голос зашел на 30 зерен, на 60, на 100. А на 100 что такое? Если он зашел, а потом как семена? Плоды. Плоды. А семена падают в землю, и тогда еще больше колосец стоит. Значит, вот это что такое? Это твоя проповедь. Сколько ты проповедуешь? Нисколько от тебя людей пришло. Некоторые говорят, о да там кто-то вот монахи, они ведут такую активную жизнь, там это Златоуст говорит, ну и Златоуст говорит, феофилок болгарский, что, что вот они как 100 зерен приносят. Те, которые монахи, это монахи-пустиложители, а те, которые в общежитии живут, много монахов там, они по одному, отшельники. Те в 60, ну а 30 это миряне, у которых даже жены есть, но они живут себя как не с женами. Понятно, да? Живут эти миряне. И вот у них там только 30 приносят. А где вот они в этом, не в монахах, все. Я тоже подумал, а почему, почему здесь это в монахов стол? Потому что на фоне тогдашней жизни монахи это были святые просто люди. Потому что другие вообще вот, как Дарья у нас пришла и говорит, Евангелие, не понимаю. Все, даже Евангелие. А в храм ходишь? Хожу. А Евангелие не понимаю. А зачем ходишь? Ну, просто хожу, мне приятно здесь быть. Люди хорошие, глаза добрые. Батюшка красиво поет. Да. Батюшка поет и там что-то это самое. Вот. Вот какое у тебя сердце? Ты знай его. облечить свое сердце, своей совестью признать. Если у тебя этого признания не будет, конкретно, прямо именно про себя, то у тебя не будет роста верка, от веры веру называется. Вот она сейчас у тебя такая маленькая вера. Маленькая, как зерно горчичное, говорит нам притча. Прилетели, упало это зернышко и выросло дерево горчичное, огромное-огромное. У нас нет такого дерева горчичного. Ну, как что? Ну, как это, гладиолусы. Там вот такой росточек, а в конце уже по осени кустяра вот такущий. И вот, вырубали его в этот раз, вырубали в горку, кататься как раз и попал этот гладиолус. Володя дал топорик свой, да хоть вырубили его. Я говорю, Надюшка нас сожрет. Ну, главное, чтобы там росточек один остался. Я говорю, вот так вот расцветил. У нас вот на огороде Марина, Марина принесла тоже Надя. Он как расцветет, потом умирает, отмирает, ничего не остается. Вот так. Ну, а горчичное зернышко вообще мелкое-мелкое. Ну, чтобы показать, какая вера. Вера, ну, ничтожнейшая. Но, когда оно упадет в почву и упальет дождик, оно вырастает в огромное дерево. Понятно? Поэтому у тебя может быть маленькое-маленькое, но то, что ты любишь живой мир от Бога данный тебе. Посмотри, как все устроено причудливо для тебя, чтобы тебе было приятно это все. Почему так голос такой у меня, не такой, как сейчас говорят, привыкли, как вот про динозавров смотрели какие-нибудь фильмы? Динозавры там. Динозавры. Они как? Они ревут так. Там вот такие как. Сразу же все. Юрские ревуты, да? Все там юрские, да, там все. А, дрожат там. Ну, и про динозавров всякие документальные фильмы. Там они бегают, бегают и так бегают. А, короче, ученые взялись за это дело. Взяли черепушки у них там остались всякие в земле. И вот они как-то их плотью облекают. Плотию. И потом говорят, слушайте, а этот динозавр-то он, знаете, он на кого похож? Он больше похож на курицу в перевиску с ящерицей. Понимаешь? А мы знаем, курица, она ка-ка-ка-ка. Ящерица там вообще языком и все. «Да какой у них голос-то был у динозавра-то?» И они начинают и оказывается у них не такой голос-то. У них голос-то ультразвуковой, как у мышей. Понимаешь, сейчас? Для нас это не просто писк. Для нас это страшный удар по ушам, по внутреннему состоянию. У тебя страх закладывается сразу. И вот такое у нас бывает, когда с нами начинает, на нас начинает давить нечистые силы. Бывает, страх нападет просто. Страшный страх. И ты не понимаешь, что такое страх? Я что, трус какой-то? А внутри ты не можешь просто остановиться. Вот Игнатий скован. Да, скован. Игнатий я помню, на меня нападал пару раз нечистый, когда перед крещением было. Прям душил даже меня. Страх нападает вот такой. И только воспоминание о Христе. И я запомнил, как там Игнатий говорил, меч Господа и дитя Иона. И вот он напал на меня вот такой, прям сковал и все. А я такой думал, меч Господа и дитя Иона. Отче нашей жизни и надеялся. И раз сразу все отошло. И смотрю, вот так отдаляется прям на фоне окна, а окно замороженное было. В тайге было. Стоит вот такое вот дымчатое. Прям можно потрогать его. Что такое? Страшило прям. А я у нас минус 40 как раз было. Я был под матрасами. У меня было три матраса. Один матрас сбоку, один подо мной и один сверху. Я укрывался вот так матрасами. Потому что минус 40, минус 40 градусов. Кошмар. Еще печку полностью. А пара все так покрыта? Ну нет, там пара не покрыта. А окна все заморожены. Я помню, я стою так выглядываю из этого. Может быть и матрас меня придавил. было очень реальное ощущение, что это жусто. Да. Ну кто страшно. А Господь дал нам голос такой, что нам не страшно. Я вот позвонил здесь знакомому, поблагодарил их в деревне, что они гостинцев дали, Марину там приняли, она там была по гостинам на Новый год. И Марина приезжает и говорит, женщина там вот эта я знакомая, она говорит, а я думала муж у вас геолог, он такой, ну голос у него такой грубый, прокуренный вроде туда сюда. А он говорит, начал говорить, голос такой, говорит, ну ласковый, мне так понравился, хорошо так говорит, понимаешь, голоса нам такие дала, чуть-чуть только голос повысить, ну-ка, и сразу, вот и что на нас орешь тут, и все, для тебя все Господь делает, чтобы тебе понравилось это все, жизнь здесь. И самое главное, что он дал, слово свое нам, слово, и написано, написано, вера слышания, о слышании, о Слово Божьем, о Слово Божьем. Вот тебе нужно еще на занятия выходить, на занятия, вот у тебя мама выходит на занятия, тебе тоже надо выходить на занятия, на занятиях мы просто читаем Слово Божье и разбираем. там очень много братьев, сестер, которые не разумеют тоже, и они даже вопрос задать не могут. Пока нет, пока Сергей Павлович не начнет что-то задавать такое, ну, редко, он бы почаще говорил, но там дискуты неплохие начинаются иногда, иногда просто объяснения, и тогда до тебя начинает доходить уже. Вот сейчас у нас тоже занятия по-новому, по-это, ты тоже не остаешься на занятиях, я тоже не остаешься. Да много кто не остаешься. Один раз не остался, все, не остаюсь. Как один раз? Разве один? По-моему, не один. Да, ну, эти занятия, они тебя как раз приведут и к познанию Слова Его. То есть, начнешь понимать, что это твой Ивангелие. Вот все, что ты там слышал, это все Евангелие. Это добрые слова. То есть, добрая весть о твоем спасении, покайтесь, приблизивайтесь к Царству Небесное. А Царство Небесное это спасение человека от смерти, от грехов, от сатаны. А то, что нет у тебя этого, это проделки сатаны. Потому что сатана не до верного вводит. Да, у тебя сердце имеет, я думаю, второе, второе качество сердца у тебя. Что солнце светит, ты это видишь, тебе хорошо, да. маленький корешок пошел, а солнце припекает. Припекает. Испытание это у тебя такое, испытание. Тебе такое, пишет. А испытание какое? Танцевать нельзя, любимое делать ничего нельзя. А это все испытание проходит. Да, да, Сереж. Ага, сейчас подожди, сейчас отъедет. Ко мне поставь, сейчас поставь. Сейчас, сейчас, сосед подожди. А он заедет, Ну да, он там сейчас, или выезжает, или заезжает. Ко мне сюда поставьтесь. Перед, перед, перед тем, как тебе решиться на крещение, на крещение, тебе нужно прочитать слово Божие. потому что первый же вопрос, который тебе зададут, гляди, сейчас тебе какой вопрос зададут. Первый вопрос, первое, приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающим себе крещение. Эти вопросы расширяются, судя по ответам на них. Как экзамен. Ты не видела ни одного у нас? У нас несколько уже есть. Прямо можно посмотреть, как людей. Маму твою спрашивали. Мама твоя очень хорошо отвечала. Я видела только погружение. А так, как вопросы задали? Да ты что, ну там у нас же ролики большие, как называется? Я не помню сейчас, там много сны. Что-то перед крещением. Перед крещением, да. И вот первый вопрос, который, ну, все задают, это постоянно. Другие вопросы как-то могут еще там пройти, а это расскажите о своей вере во святую Троицу, кем для вас является Иисус Христос? Почему вы спрашиваете себе крещение подробно о причине, когда это желание появилось, уменьшилось ли оно, твердо ли оно? Почему именно здесь решили принимать крещение? Обещаетесь ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? Это все один вопрос считается. Я читала, я все равно я половину этого не понимаю. Потому что Слово Божие. Потому что Слово Божие, да. Только читать надо. Слово Божие. Троица. А в Библии, вот в Евангелии это ничего о Троице не сказано. Ну как, сказано, конечно, но там надо тебе показывать, что это о Троице. Хотя уже сегодня мы прочитали два раза об этом. когда Христос зашел в воду, а потом глаз с небес и Дух Божий в виде голубя с ней спускался на него. Это от Троица. Называется Богоявление. Бог Отец с небес, Иисус Христос сам в воде стоит и Дух Божий в виде голубя воображению легко это себе представить. Но невозможно представить это реально, потому что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын сущий внедрый Отчим Он явил. Только Иисус Христос может увидел Отца. Будем говорить, Он сам себя короче говоря видит. А мы не можем Бога видеть. Почему? Почему? Не догадаешься сама, нет? Почему? Почему Бога-то не видно? А почему написано вера от слышания от слышания от Слова Божьего? Что бы Господь явился бы сам и нам рассказал, а нету этого? Никто в ней поверил. Совершенно верно. Свобода внутри тебя. Свобода. Ты избранница или нет для спасения? Если ты избранная, то ты примешь это все. Если не избранная, то тебя не будет со Христом. Все, ты не избранная. И мы можем потрудиться, хоть все общины уговаривают тебя, ничего не будет. Мы тебя не уговариваем. Я тебя не уговариваю. Я тебе возвращаю истину. Я сам верующий, я могу тебе пример привести свой. Но уговорить это невозможно. Это тебе не уговорить манной кашки поесть или там рисовой. Это нет, никак, это к этому не относится. Уговоры здесь бессильны. Вера вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. То есть нужно прийти к такому состоянию души, что ты ждешь не того, что ты видишь глазами, а того, что сердце твое смотрит. я понял, что у меня жизнь неправильная. И я поэтому начал Господа просить, хотя я не знал кого просить. Я не просил Господа, прям Господи, я просто шел внутри себя по жизни уже. Успокойся. И все время думал, почему у меня такое беспокойство внутри, что не так, что не так. И у меня сразу такие испытания послал Господь меня. Ну, конечно, сатана там тоже потрудился. Такие испытания, сильнейшие. И казалось, я проклятый во веки веков. И пить там начал, и там все, ну, плохого, только не курил. Матерился там и так далее. Много жил, женщин был у меня жил там. И Господь, казалось, все, нет выхода. Всего два с полной года прошло испытание. И Господь посылает как-то такое мне на сердце покаяние. А все время читает Библию. И Господь, видя, видать, познать, что не так. Он мне посылает спасительные слова свои библейские. Я начинаю обращаться все больше и больше к Писанию, и Господь меня на покаяние. 92-й год. Я покаялся пред Господом во грехах. Я понял, что эта вся книга говорит о том, что я грешник и неправильно жил все это время и должен покаяться. О том, о чем говорит Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И я Евангелие уже прочитал, а веры-то нету. И почему? Покаяния нету. Когда пришло покаяние, тогда Господь мне открыл Евангелие, а я его уже знаю. И то есть у меня одновременно случилась вера великая в Господа Бога, в Евангелие и покаяние. И все. И тогда все отошло, ничего не стало. Я наоборот стал при мне матеряться, я начал укорять в этом, еще, ну, говорить о чем-то. А обороне еще не знал. Все остальное познание от спасительной жертвы заместительной Иисуса Христа, что Христос угадал меня за кресте, на кресте пролил свою предчистую кровь ради меня, именно Христос. Я уже здесь узнал на занятиях в 96-м году, через 4 года. Так что, как говорится, какие твои годы, только бросать нельзя. Но в таком состоянии тебе крещения смысла нету даже и спрашивать. Ты не готова будешь к крещению? Ну, не знаю, как там батюшка решить, не я решаю. Но так, по моему взгляду, я скажу, да зачем тебе еще это? После крещения ты должна тогда наоборот еще больше устремиться на подвиги. А ты, конечно, остынешь. Понятно. Это уже гарантия, что ничего не будет. Если сейчас ты не будешь читать, то после крещения тебе зачем читать? Вот маме твоей поверили все, а я не поверил. Я сказал, Лена, я прошу, ну, сама выбери не креститься на следующий год. Но она нет, решила креститься. Ну, и мы видим сейчас, что желание ее было неподдельным. Правильно же? Сейчас видишь, участвует везде, везде участвует. И помогает, и помощница там, что там говорить? Вера приходит через научение. Мы прямо с ней друзья. Она мне поясок такой связала матерый. Я говорю, ты хоть на мои чересла пойдешь, ты хоть двухметровый пошутил. Она да, сделала. Я вот так растянул, а у меня где-то метр семьдесят чем-то. Я не смог, у меня еще болтается. Он что, два метра? Ну, да. У меня метр есть, но не сколько же. Что ты мне два там с запасом. С запасом. Не надо мне такой запас берем. Мне наоборот нужно. А то не поверят, что я почистил. Надо было поменьше, чтобы был стимул. да, стимул. Конечно. Но она как по любви. Любовь такая спаси Христос сестра. Вот так вот. Она сейчас молится за нас. Я позвонил, сказал, я говорю, доча, на занятиях волшебных, поэтому мамочка молись. Видишь, какие вопросы задаешь прекрасные. Что такое Евангелие? И мы разбираем их, трудимся. А ты трудись внутри себя над своей душой. Как бы с одной стороны сказать, вот человек нагрешил бы, тогда бы быстрее покаялся. Нельзя, так сказать, нельзя, ни в коем случае. Нельзя грешить вообще. Ну, у нас был Владимир, вот он ушел, у нас он долго был, года три, учился здесь, Виктор Андреевич его привел. И ему говорили о покаянии, ну, что, зачем крещение, о покаянии, а он говорит, а зачем, я, говорит, у меня не в чем каяться, не в чем каяться не пью, женщины нету у меня никаких мыслей там, полных нету. То есть, понимаешь, и все, он простоял у нас, провалился, три года, ты его не видел, Владимир у нас был? По-моему, ты только пришел, и он как раз ушел, Виктор Андреевич, зашел и говорит, он переехал в Новосибирск, сейчас, в часах Новосибирск. Надо же, как оно все. Я хочу сказать, что у нас, у нас с Евгениями намного легче. Вот у меня в жизни, у меня, я молюсь за очень много Евгениев, у меня четыре Евгения, за четырех Евгений отмолюсь, как за верующих людей. У меня тоже? Да, вот как ни странно, я говорю, столько Евгений, но и Игоря, тоже, достаточное количество. Игорь тоже много встречал Игоря. Да, я всего, да. Счастник, как Игоря встречал, именно о таких, которые говорят, два. Почему, я не знаю, что-то есть в именах, вот Игнать Иванович говорит, вот имя его Игнатий, Огненный, или наоборот, неизвестный, по-разному, греческое толкование и латинское, они разные, одинокие, или наоборот, Я сравниваю, значит, что Игнатий Богоносец. Ну да, идет Богоносец, священный Игнатий. Ну вот сейчас мы разбираем, какие вопросы, я прочитал первый вопрос. А, Троицкий? Да, я говорю, ты же будешь отвечать на эти вопросы, еще надо письменно ответить, ты письменно уже готовишься? Да, я сейчас, я участвую, наверное, на Библию. Это хорошо, очень хорошо. Ну на всякий случай. А к этому думал мне Господь даст еще? Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Вот с чего бы ты начала? А ты что, а положи тут, пиши, что ты? Как-то ты странно. У тебя телевую руку пишешь, правильно? Во Святую Троицу. С чего ты начнешь? У тебя гаджет есть же телефон заглядываешь? Там у тебя интернет есть? Все передовые, я понимаю. Ты просто набери Святая Троица. Кто это? Ну или хотя бы что это? Я себя, знаешь, как чувствую? и там вырос тебе компьютер. Ты можешь просто прочитать. Я тебя сравниваю. Ребята, я говорю, как вы гаджетом пользуетесь? Можно посмотреть, у вас просто вот это, что на гаджетах есть? Я говорю, вот у меня, видите, что там? Пиши ссылки. А у вас там игры там, игры там, бродилки, стрелянки. У тебя вот что ты говоришь? Нету игр. Ну, игр нету, хорошо. Книги-то есть какие? Как это общаться с человеком? А, не знаю. Первое, что я слез, это сразу про поводы. О, да. Ну, там ссылки, ну там YouTube, WhatsApp, ну как бы, то, где общаюсь, и ссылки на канал. Ну, а в YouTube-е-то, на YouTube-е что-то? А, что это? Экзебет. Экзебет. А, это Библия, или все, это где? Да, это... Поискайф. Поискайф. Ну, что? Евангелие там, ну, Библию. Ну, хорошо. Ну, и... Ну, ты слушаешь Евангелие в Библию? Ссылки на головы, да, я слушаю, но, я говорю, мне надо переслушивать постоянно. У меня ощущение, как будто вот я опять открываю, опять вот, вторая, ну, вот, про третью, вот, опять я читаю, у меня как будто бы я... я вообще это первый раз вижу. У меня такая же система, ну, нравится? Я вот дошла до, вот, до, до девятнадцатой главы, опять я читаю, открываю, и все, опять то же самое, как будто у меня построили из КВТФ, ну, то есть, опять перечитываю. Перечитываю, перечитываю по нескольку раз, вот, одну главу перечитываю. Нравится. Я, я, это, ну, как, я считаю, да, многие считают, не надо на этом зацикливаться, что называется, то есть, в это погружаться не надо. Просто читай. Ты просто читай. Потому что, это называется три Евангелия синаптические. Евангелие от Марка повторить тебе то, что в Евангелии от Матфея коротко, а Евангелие от Луки расширить тебе все, что было в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка. И опять то же самое пройдет, еще чуть там подбавит. А Евангелие от Иоанна, когда будет, там и я ничего не понимаю. Так что это все нормально, то, что там прочтешь. Потому что там духовное Евангелие. Я каждый раз читаю, и у меня опять новая проповедь возникает в голове для меня. А потом думаю, еще можно сказать, скажу. Даже на одно слово может возникнуть, не то, что на предложение. Меня изумляет, а почему он так сказал? А с чего он так сказал? А что там за исторический момент был тогда? Может быть, это, я не знаю, что-то в характере этих людей было, никак. А как они ели вообще? Как они ели? У них полотенца были там, вилки были, ложки. Они руками ели. Они похлебки ели? Или твердую пищу варили? А какая твердая пища? У нас репа была, а у них что? И у меня вот эти вопросы начнут возникать. И когда я начинаю отвечать на них, читаю там везде там историю, словни, когда возник, ааа, вот почему он это им сказал. Они совсем не такие, как мы были в этом плане. У них овцы не бегают от пастыря, а идут за пастырем. Написано, и овцы мои знают голос мой, и идут за мной. А у нас-то овечки бестолковые, им-то хоть закричись. Когда они есть, хотят, говорит батюшка, он еще может сказать, подбежит там кто. А если только ломанулись с тех, кто держи карман в жире. Понимаешь, и все, и мы уже не понимаем, о чем тут говорят. А когда мы встали на место пять людей, когда были переводчики, у нас здесь уже в стране, переводили на чукотский язык. Саха там эти, ну, северные народы. И слова хлеб у них вообще нету. Вот как ты, Евангелие, и они, хлеб, говорят, и хлеб живый. Хлеб. Не хлебом единым. Хлеб. Единый понятно. Единый у меня одна, допустим, одна штука олень. Один олень, или одна собака, я понимаю. А хлеб что такое? Они не понимают. И тогда им начали думать, как перевести. И перевели. И тогда не юкола единый будет жить человек, а всяким словом исходя из уст Божьего. Юкола. Юкола, это рыба у них такая, как селедка. И это юкола у них, а у них на все. Они с нее муку делают, порошок, засыпают его. Строганину из нее делают, собакам кормят. То есть она у них как хлеб, то есть ее там много. И юкола. Юкола будет. Да, и так им перевели. И там у них все идет, где нужно говорить о рыбе, они понимают. А где нужно о хлебе, там опять говорят о юколе. Понятно? Точно так же и тебе тоже нужно говорить о том, Ты пять тысяч накормил, да? Да. Юкола. Тебе и Евангелие будет понятно. Да, да. Понятно будет. Тут многое. Почему? У нас много схожестей. Допустим, вы посылаете дождь и на праведных и на неправедных. Ты идешь, и на тебя левень как, угрохнул, а рядом бомж идет, и на него левень у нее. На солнце даже на него светит. А рядом, где-то там в деревне, Игорь Барабаш едет на тракторе и умиляется. Господи, слава тебе, какой дождик-то, трапка поет у меня. В городе польюм, в деревне польюм, на бомжа польюм, и солдаты в окопе сидят, Первой мировой, и показывают у них по колено воды, окопы здоровенные, и там стоят, они откачивают в ручную. А прославил только Барабаш. Да? А прославил Барабаш. Не говори. А это все, ой, зачем он нужен, да? А как, куда? А прославил только Барабаш? А прославить должны будут все. Понимаешь? Всем дождь нужен. А кто-то там жаждет где-то в пустыне, хочет сильно-сильно пить, а Господь ему не дает. Но это не поэтому не дает, что Господь его не видит. Он и этого человека видит, жаждущего. Он ему какой-нибудь колодец даст. Знаешь, какой-то? У туарегов. Они воду прячут в страусиных яйцах. Ну, специальных таких. И у них торчит такая соломинная такая большая. И все это закопано в земле в разных местах. То есть, оно хранится в земле у них прям. Чтобы оно не тухло. Поэтому у них специальные формы, долго вода. Потом они приходят и подливают туда воды. И куда-то бегут, и у них все время и путешественники идут, смотрят, они все живенькие. Сами они там воду пьют, а эти воды не пьют. И у них пошел такой разговор. Эти в пустыне люди, они вообще воду не пьют, они как верблюда. Попили один раз и бегают. Там сотни километров, а воды нет. А у них законки везде. Раз подзаправился, раз подзаправился, и пошел. На колени перед Богом. Понимаешь, везде Господь дает всем. Всем дает. А эти туаретики сто лет не знали никакого Бога. Они поклоняются там в какой-нибудь палке разрисованной. А Господь всех. Почему? Всех любит. А вдруг, когда-то туда придет проповедник, думает Господь, и смотрит на сердца Дарьи, на сердца Евгения, Владимира и Игоря. Ну и другие сердца. И говорит, может быть, и их Господь коснется. А коснулся какого-то протестанта, и он туда пошел. И учит этих сопливых туарегов, не тишек, этих пузатых, страшненьких, которых мухи на глаза вот так везде садятся, вечно показывают. А они сидят, и он им, вот, это Христос. Вот видишь, вот это вот Бог, а это человек, а между ними крест. И вот видишь, крест перекладенный своей, это Господь. Он вот так раскинул с одного берега язычества на другой берег понятия истины Бога. И ты можешь перейти по этому, не стесняюсь, он всех, всех принимает. Видишь, как все-таки руки раскинул, чтобы обнять вас. Вы все черненькие, такие хорошие, у вас душа такая светленькая, как солнышко. А они, говорится, когда они умирают, человек у них, черный, он начинает сереть, становится как такого белого цвета. И они почему белых так, ну, не могли понять, они думали, что это мертвый человек. А мертвый человек, значит, вечный. вечный человек. Поэтому они так в белом относились все время. Поэтому надо, все Господь, ко всем, ко всем, понимаешь, как он? И на тебя, на твое сердце, он тоже изливает благодать свою. Только нужно теперь услышать его, а для того, чтобы услышать, нужно приложить небольшие усилия в чтении. Говори, ты что хочешь почитать? Я хотел пример привести, брат говорил о том, что, когда он читает Библию, там даже на одно слово у него целая проповедь возникает. Вот у меня, по милости Божьей, есть ролик у него стоит, что. Итак, Якова 4,17, я вам прочитаю. Это маслание Якова 4,17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть, казалось бы, такой простой стих, но если его расширять и признание Слова Божьего, ты начинаешь понимать. То есть, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. То есть, когда у тебя куча грехов, ты сразу начнешь, вот тут ты не помогла, там, маме что-то сделать, тут ты не могла, отцу что-то сделать. Там тебя кто-то, брат или сестра попросил, а ты не отказалась, типа я своими делами занят. То есть, вот так вот тебя начинает нарастать планка, ты начинаешь в лице Божьем понимать, насколько у тебя эта греховность к тебе возникает. Например, вот, в Ветхом Завете была запах, перед лицом старца вставай. Ты едешь в автобусе, ты уставший, например, или там, на уроках где-то там, тебе очень устало, тебе надо отдохнуть. Но зашла бабушка или дедушка, ты видишь, пожилой человек, ты должна встать по западе Божьей и уступить этому человеку место. Хочешь ты этого не хочешь, так Господь говорит, перед лицом старца вставай. Все, ты встал, уступил им место. Ты с этим сам соблюла западе Божьей. Нравится тебе это не нравится. Главное соблюсти. Вот. Потом, например, тебя позвали там, даже просто в горке поучаствовать, мы братья всех призвали. Раз братья кто-то отозвался, пришли и помогли. То есть, они услышали этот призыв. То есть, ты разумеешь, что это добро. Добро для детей, да, они будут радоваться, тебе от этого будет радость в твоем душе. Это добро. Ты пришел и помогли. Это в храме Божьем было. То есть, и вот так, в каждом добром деле, то есть, независимо там, именно к добру, когда тебя призывают. Как вот Господь, в Иоанн говорит, Матфея 25-й, Главе, Он говорит, посетили больного, меня посетили, то есть, болящего, человек, даже у нас многие, бабушки лежат там, болящие. То есть, посетил с кем-то там, сходил сестру, побеседовал, послышал. Вот такое. Вот еще Евангелие есть, небольшое такое. Во грехе, значит. Можно носить его с собой. Евангелие, это она. Разумеешь делать? Да, духовное. Ты не дошла до него еще? По углу. Видишь, хорошо читаешь? Угу. Возьми его. Себе в карман положи, в любом месте будешь находиться, достала. Ну, вообще читать начинаешь, совесть начинает открывать. Да, изнутри открывать всю твою неправильность. Мы их распространяли. То есть, туман начинает рассосаться. Люди не понимают, начинают там, часто нарекать, что вот сектантское берете. Ну да, это не православные люди. Ну что сделать, если вот эти толстые, большие, тяжело даже таскать. А эти, можно 100 штук уместиться, вот в такой маленький сумочке. А этих 100 штук, ты будешь тащить, но не утащишь еще. А это тоже Евангелие. Это тоже спасение. Это то, что мы раздавали, да? Да. Это твоя проповедь. Вот если ты будешь распространять, ты главная благовестие уже у нас? Нет, ни разу. Людям не распространяло Слово Божие. Это очень подвигает к тому, чтобы покаяться пред Господу. Как можно распространять то, о чем не знаешь? Ну, ты же самое главное знаешь, что Иисус Христос пришел. Ну да, только за деньги, или по невежески какого. А если бы вы сейчас заплатили, вы сказали, вот иди платно прислал, то пойду сейчас сюда, сразу. Сразу и заучишь всех, и пойдешь в горе сутка. Вот здесь деньги, да, вот 10 тысяч штук будет стоить. Иди, пойдешь? Пойдет. Это же тысячи. Вот. Я с мамой, у меня был разговор. Мама мне говорит, что-то говорит мне, я говорю, мама, ну постой, ты вот не исполняешь, как не исполняешь? Я говорю, ты пост не держишь. Она, у меня желудок. Я говорю, хорошо, у тебя желудок, ладно, все, кушаешь, кушаешь. Но у тебя же есть язык? Язык у тебя есть? Рассказать об этом? Есть. Не делаешь? Не исполняешь заплаты? Я не могу стесняться. Ладно, я говорю, у тебя есть ручка и рука. Ты можешь написать? Напиши, Господь всех просил. Иоанна 3.16, напиши, иди на столбе, расклеи, чтобы люди смотрели, шли объявление, раз объявление, продам там в эту дом, машину, вот подошли. Это что? Кто-то записал себе, кто-то оторвал, кто-то прочитает. То есть 7 идоли, да? Я на 3.16, и прямо написано. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал сына своими народами. Там нету? Каждый вежущий, не погиб, не поймешь. Это у кого-то от избытка. От избытка? От избытка. Я узнать, что... Это мать крестанты. Это не православный написал, запомни. У тебя же нет такого желания, где-то написать? У меня есть. У тебя желание есть сказать о Христе, о вере своим подругам? Близким, друзьям. И что они как тебе? Задают вопросы, а я не знаю. Они не задают вопросы, не задают правила? Нет, они сразу себя начинают, ты кто? Задают вопросы. А задают. И потом, когда я уже не знаю, что ответить, мне вот нужно... приходите к нам на занятиях, выходите. Весь скайп. Я же проще подал и на скайп выводить. Да, на скайп выводи. Да. Где? А, вот она. Визитка. Визитка. Там все есть. Раз визитку, пожалуйста, выходите, девчата. Там вам ответят. Скажи, я сама еще не долго, но знания должны быть. Вот сколько, когда ты пришла, в училище, или в колледж? В колледж. Что ты знала-то? Ты даже не знала, что там будет? А сейчас ты уже сколько всего знаешь? Ты уже можешь бухгалтером работать. Можешь же уже? Можешь, не буду. Это уже отговорка. Это уже отговорка. Я вот начинаю объяснять людям, как я говорю... Главное, что ты научилась. У тебя есть эти знания. То же самое и здесь. Ты пока ничего не знаешь, но все впереди. И тогда у тебя будет легко. Все песнопения идти. Ревность, ревность. Ты с нами сначала попила два раза, а потом перестала. Сейчас совсем не поешь. Я не слышу своего слова. Вы кранка поете. Это не важно. Главное, петь сердцем, душой. Это не важно. Слова лягут. Я вообще могу молчать. Просто надо начинать. Когда он начинает делать. Когда он начинает стрелок. Кто будет петь? Что он начинает разорачивать? Я говорю, я вообще могу молчать. А если не начинаешь ничего делать? Но я никого что-то не слышал сильно. Ну, Сергей Павлович один. Ну, вот сейчас Женя еще. Но он много не знает еще. Ему надо мелодию, ну, ритм подбирать. Идет богоносец священный, На ты конвоем солдат окружен. И все понимают, что он не виновен, А долгом с отрапами зла. Прощально приветствует духом спокоен, На нем не повисло хула. Движением руки, Ехидну движением руки отрисают, Любовью сияют глаза. И бьет супостата священным писанием, Мужеством полнится зал. А че бьет сидит? О суде. Какой зал? О суде. О суде. Суд идет, суд. И в зале подсудимый. И теперь говорят, Вставай и говори слово. О чем ты будешь говорить слово? Отрекись от Христа. Да. А ты должен сказать, Я отвлекаюсь от Христа. А он начинает говорить, Хочу быть пшеницей за правду Христову, Размолот на львенных зубах, Пылающий факел в железных оковах, Империи в будущем крах. Империя римская. Римская империя падет от этих священно-мучеников. От мучеников за Христа. Которые не отреклись от Слова Божьего. Не отреклись именно от этих слов, Которые мы сейчас проходим. Они не смогли отречься, Потому что они были избранными. И они не могли пойти оболгать сами себя. Тем более своего Господа любимого. Никак не отрекался. И самыми мужественными людьми В застенках ГУЛАГа Были верующие люди. Убивали просто. Поэтому так мало мы о них знаем. Практически никто не отрекался. Закрыли, там убили. Да, там убили просто и все. Как в фильме Чикист. Да, да, да. Там вообще... А что, говорит, мы делаем? Включали вот, да. Ты посмотрел? А зачем, говорит, так делаете? А чтобы, говорит, героев не рождать, не плодить. Все втихую. Туда зашли, пятерками вывели, поставили. Бых! Песню-то включили, да? Ночью ставят патефон, чтобы никто не слышал выстрелы. И что людей выводят, крики и так далее. И только грузят трупы. А видал, как грузятся, да? Крючки и цепи. Не знаю, как... Я Сергею дал, ну, говорю, посмотри этот фильм. Он такой. Говорю, ну что, Сережа, посмотрел фильм этот он? А что ты там за фильм мне сказал посмотреть? Какие-то голые там, за ноги их цепляют там, за голову таскают, говорит. И весь фильм такой. Я говорю, Сережа, это власть такая была. С людьми так обращались, Сережа. И он так и не понял. Это я когда ему лет, наверное, года четыре назад уже. Я даже не стал смотреть. Что-то таскают, трупы там таскают. Он не смог посмотреть и понять. А я до сих пор не могу привыкнуть к этому. Что было такое с нашей страной. Я не хочу, чтобы так было больше. Поэтому я постоянно за этой горой стою. Не знать историю своей страны, не познать себя. Тем более, не прийти ко спасению. Никогда. Сережа говорит, это не влияет на спасение. На спасение не влияло и то, что земля круглая или плоская. Это же был у вас спорят. Да роман там у нас. И чем дело закончилось? Мы все оказались предателями и изоргами рода человеческого. Что мы детей неправильно учим. Нужно учить, что земля плоская на трех китах. Чего же до маразма-то доходить? Почему Господь сказал, так нам надлежит исполнить всякую правду. Какую правду? Ты говоришь, я ничего не поняла. Никто бы ничего не понял, если бы правду не исполнили. А правда была в том, что Господь пришел к пророку. Своему же пророку пришел Господь. И от него крестится. Он говорит, мне надо бы докреститься от тебя. Или ты не приходишь ко мне. Ну это как все равно бы сейчас. Я бы сказал там. Не я бы задавал вопрос, а там. Игнать Игнатьич, ну-ка иди-ка сюда. Задай-ка мне вопрос. Понимаешь? Ну ясно, что не по рамгу это все. Конечно. Ну еще Сергей может даже так сказать. Ну-ка Игорь, иди-ка сюда. Задай-ка мне вопрос. Это еще все тоже поймут. Ну как бы это ладно. Ну когда такого рамга человек проповедник. И ты там начнешь над ним изгаляться. Ну-ка, ну-ка. Задай-ка мне вопрос. Я тебе отвечу правильно. Ты что-то там несешь. И то же самое здесь было. И он говорит. Господи, как? Он уже понимает, кто перед ним. А Господь говорит. Нет. Нам надлежит так исполнить себя. Свою раппу. Почему? Он стал человеком. И все исполнил. Кроме греха. Все исполнил. И был гоним. А что исполнил самое главное для человека? Ну как жениться, детей нарожать? Фигу вам. Не это главное. Не грани вам за Бога. А что главное? Главное умереть достойно. А жертвы, конечно. Да. Жертвы. И он пошел на это. Оплевали. Осмеяли. Осмеяли. Оболгали. Оклеветали. Осмеяли. Оплевали. Заушали. То есть били. Заушали это бить. Вот так бить. И делали вот так кулаком. А потом... Раздевательство. А потом еще наказали бичами. А потом распяли еще раз. Он на поругание прошел через дверь на свой холм. И распяли между разбойниками. Чтобы... Все. Из этого выбраться невозможно. И была исполнена всякая правда. И он вышел очищенным. Как золото написано из горнила. Золото из горнила. Знаете что такое? Золото оно никогда не бывает чистое. Поэтому когда его заливают в тигель. Засыпают в тигель. И потом поджигают. Температура 1051 градус. Оно плавится. И потом выливают. И когда выливают. То остается на дне только мусор один. И золото чистое. И в золоте есть. И Господа хотели заборать. Сатана хотел. Чтобы он был грешником. И чтобы Сатана мог над ним поиздеваться в аду. Сказать. Ну что? Ты исцелял там какие-то слова говорил от Бога. А вот ты сейчас здесь. Ты мой. Со мной вместе будешь гореть в аду. Никто вас не спасет. Никто. Вы все. И вдруг кинулся. Как говорит Златоуст. Кинулся в ад. Думал что там. Где еда огненная. А там небо. Златоуст так говорит. Проповедь. А там встретил небо. О ужас. И теперь ад. Где твоя жалость? Смерть. Где твоя победа? Нету. Я зачем. Смерти нету. И теперь начальник жизни Христос. И говорит. Там. Где я. Там и вы будете со мною. Все верные мне. Верующий. Я вспоминаю этот момент. Частенько. Который принял. Ребенка. Сказал ему. Что ты увидишь. И ничего. Говорит Златоуст не будет. Пока не будете читать. Ибо от невежества погибнете. И не будете читать? Ну конечно. Исследуйте Писания. Ибо вы думаете через них иметь жизнь. Вечно. А они свидетельствуют. Вот глядите. Книга притчей. Ой. Книга притчей. Сейчас раздеть. Иван Гротиана. Исследов. Да. Да. Книга притчей. Говорит. Притча Соломона. Сына Давидова. Царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление. Понять излечения разума. Усвоить правила благоразумия. Правосудия. Суда и правоты. Простым дать смышленность. Юноше. Знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь. Слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости страх Господень. Доброе разумение у всех водящихся им. А благоговение к Богу. Начало разумения. Понимаешь в чем дело? Ты опасаешься за все это. Что ты не понимаешь. Этого опасаться нужно только когда ты не идешь к Богу. Если ты с желанием идти к Богу. То не надо опасаться. Тебе даст Господь разумение. Ты сама не поймешь как ты начнешь себя разуметь. Понимаешь? Когда будешь ты среди верующих людей. А так где-то один люди по одиночке везде. Твои подруги и так далее. Они в своих семьях живут. Кланы какие-то. Какие-то там сообщества и так далее. В интернете сейчас много там всяких. Кого только нет. Пранкеры всякие там. И партеры. Кого только там не найдешь. Готы всякие. А нужно быть среди верующих людей. И тогда Господь своих не оставит. И тогда Он примет тебя к себе. Да, верующие люди конечно хорошие. Василий говорит. Я хожу потому что хорошие все. Никто не обижает. Есть дают. Им говорят. А если есть тебе не дадим? А если есть тебе не дадим? Будешь ходить? Ну что буду ходить? Есть не дали. И все. И не ходят. Пища другая должна. Причем? Доховно. Начал это. А вы меня будете? Я буду оставаться. Я останусь. Будете кормить Сергей? Да, буду. Я тебя лично накормлю. Принес там что-то. Все остальное. Дали ему. Он поел. Занятия идут. Сергей. А где? А где он? Нету. А потом пришел. Он говорит. А ты что не остался? Я же остался. Поел. А занятия? Не хочу на занятия ходить. Да где все на занятия оставлял? А я думал просто остаться поесть. Простой такой мужик. Это не та поставка та, о которой здесь говорится. Простота-то. Слово Божие тут надо изучать. Ну что не мудрить. Вот эта притча говорит об этом, да. Да, что не мудрить. Просто читайте все. Не надо мудрить. Я не понимаю. Там еще что-то. Ой-ой-ой. Это называется страхование сатанинское. А сатана он. Эти страхования ни на чем тебя сделает. У меня такое бывает иногда. Особенно с машиной связано. Куда-то ехать и холодно если. Ой-ой-ой. Я уже думаю в храм. Как я поеду в храм? Ой-ой-ой. Ой, завтра. Ой, как же поехать? Как же поехать в храм? Какие-то страховые. Потом встану. Помолюсь уже. И думаю. Че я всякую ерунду. Сомнения? Ну да. Ну сомнения. Ну да. Машина там не работает или плохо. Или что там. Как заведут. Я потом придумал с собой брать провод. Провод протянули, воткнули. А тут в этот раз уже у меня что-то и с обогревом не то. Машине градусов 27. Думаю. Ну что делать? А потом. Да что делать? Вызвал такси. Да на такси уехал. И все. Все просто. А сатана вложит в тебя. Ого. Там будешь ни на чем спотыкаться. И написано. И будут бежать. Когда их никто гнать не будут. И страх такой нашлет. Которого нету даже от создания мира. И написано. Тьма египетская. Тьма. То есть Египет покрыла тьма египетская. А что такое тьма египетская? Осязаемая тьма. То есть ничего нельзя было видеть. Тьма была прям в глазах людей. И вспоминают. Это одна из сказаний. Вот тьма египетская. Она не должна тебя коснуться. Такого страхования не нужно себя вкладывать. А то ты уж что-то смотрю прям. Чересчур этому много предаешь. Ну это понятно от кого. Да понятно. Главное есть слово Божие. Читай. А я не понимаю. Я не понимаю. Это аж до дрожица. Не понимаешь. Включите за открою. Откроется. Все. Много никто. Я это знаю. Предвожу простой пример. В колледж прошла. Понимала что? Ты знала что будет? Нет. А теперь бухгалтер может обладать. А я не хочу. Ты на другое переложил уже. Не в этом дело. У тебя знание это есть. Ты экзамен не сдаешь. На отлично. На отлично сдаешь экзамен? 4-5. Здесь другого. Это мой взгляд. А здесь о духовном разговоре идет. А то что этот страх у тебя. Этот страх конечно. Если бы он был уже когда перед крещением. И ты бы говорила. Ой-ой-ой. Сейчас будут у меня спрашивать. Как же мне так ответить? Какое же мистопрестание привести? Я тебя понимаю. Это хороший страх. Я не понимаю. Я не понимаю. Я спрашиваю что я не понимаю. Ты же с нами. Ты же с нами. Это нельзя тебе объяснить. Ты не поняла ничего. Тебе одеться. Я тебе слово Евангелие просто произною. Я почему начал. Святой Евангелие и так далее. Потому что. Ну как бы я с этим сталкивался уже. Это сатанинское страхование называется. Это ты должна себя в руки просто взять. И помолиться Христу. И начать. Господи Иисусе Христе Сыне Божий. Помилуй меня грешное. Даруй мне Господи разумение. Того что я сейчас прочту. Хочу спасти душу свою. Хочу истинно креститься. И предстать пред Тебу. Исполни всякую правду. Как ты заповедовал. И все. И вперед. Начинаю читать. Все. Два часа прошло. Господу слава в веки веков. Аминь. Можно помолиться. Да. Два здесь присущественно горождает. И земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пасторами слава словят. Волхвы же со звездою путешествуют. Нас бы ради родися. Отрачи молодопревечный Бог. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. Помолись сестра. Скажи Господу живое слово. Просительное или благодарственное. Хвалебное любое. Господи благодарю Тебя за наше занятие. За Твое слово. За наставников моих. За то, что помогаешь мне не сойти с пути истинного. Не знаю, как закончить. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну. Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. А мы присоединимся. И я тоже этого всего хочу. Слава Тебе, Господи. Спасибо, Христос. Спасибо. За молитву. За братьев. За общение. Благодарим. Сегодня у нас больше как-то все было посвящено. Сестре. Младшой. Потому что брат тут и сам, я вижу, воюет уже. В полной программе уже. Да, у нас церковь воинствующая. Ничего не попишешь. Сестра сейчас отвоюет со своей душой. Загонит этот страх. Ну, выгонит его из себя. И тогда дальше придется уже по-настоящему воевать со всеми, кто вокруг. И она поймет, что мама ее верующая, это просто манна небесная от Господа. Мама верующая. А еще маленькая сестренка подрастает. Тоже такая себе. Молодец. Глядишь. Напугали ее. Ну, что она так как-то от нас... Оказывается, ее там напугали. Сказали, что это верующие, а не такие. А ей тут подарки дарят. И так далее. Я бы знал, надо было еще подарить. Что-нибудь девчонки. В следующий раз теперь. Вот у меня мама тоже перепугалась. Говорит, теперь что, как сын-то с дочерью? Ни елки, ни этого. Деда Мороза не надо. Не надо. У нас есть Святой Николай. Его Санта-Клаус называют. Святитель Николай. Только без холпаковки. Ой, ой, ой. Как это? Я говорю, мам, читай, Александр. Я тебе вот книги. Она вот Игнатий Тихонович, она вот эту вот.